Наказывай помыслы с худостью питания, чтобы думали не о блуде, а о голоде. С молитвенным бдением соедини слезы, чтобы получить помощь в настоящей брани. Во время блудной брани отказывайся от приглашения на пиршество. Демон непотребства на ревностного борца подвижнического нападает быстро, внезапно осыпая его стрелами страстной похоти, потому что не может долго сносить сжение огня светоносного, исходящего из подвижнических трудов его. А к тому, кто от обольстительности сласти похотной ослабел строгости самообуздания, мало-помало подступает на собеседование с сердцем его, чтобы оно, разгоревшись злыми похотениями, предалось беседе с ними, пленилось им и совершенно отложило ненависть к этому греху. 30. Всего опаснее, если сердце погрязло в навыке к сластям похоти, и подребно много трудов, чтобы эту пажить страстную подсечь под корень. Не приучай помыслов ходить в собеседование с сластями похоти, потому что в сонме страстных мыслей и движений разгорается огонь. Они, разгорячая тебя, заставят думать, что трудно удержать огонь естества, что не в силах ты долей делать насилие и естеству, и что хотя этого дня согрешишь по нужде, но завтра покаешься по заповеди. Ибо закон христианский, человеколюбив, легко прощает грех кающимся, при этом представить тебе в пример, как некоторые после воздержания пали и снова покаялись, придавая вероятность обольстительному совету своему, чтобы, сокрушив твердость сопротивоборства, этой надеждой легкого снова обращения через покаяние, храм целомудрия сделать домом блуда. Смотри, человек воздержание, под предлогом покаяния не обольщайся неизвестными надеждами. Ибо многие павы немедленно похищены смертью, а другие не в силах были стать от падения привычкой к сластям похотным, связанной как к законам. Почему, знаешь ты, человек, будешь ли жив и покаешься ли, что назначаешь себе годы жизни? Падая от этого, ты поблажаешь плоти своей, тогда как надлежало бы тебе более предаться памятованию о смерти, чтобы в сердце своем поживее представить страшное определение суда и тему гасить мудрование распаленной плоти. Естественно, образ жизни один и тот же определен Создателем и нам, и животным. Все дал вам, говорит Бог человеку, всякую траву в поле, вам и зверям будет в пищу. Бытие 1.29. Поэтому, получив общее с бессловесными пропитаниями и своими примышлениями, превратив то в более роскошное, не по справедливости ли должны мы быть признаны неразумнейшими и бессловесных, если звери остаются в пределах естества, не нарушая постановленного Богом. А мы, люди, одаренные рассудком, совершенно отступили от древнего законоположения. Ибо какие лакомства у бессловесных, какие хлебники и повара, тысячи искусств уготавляют усложнение их бедному чреву. Не любят ли они древней скудости, питаясь травой, удовольствуясь тем, что случилось и в питье, употребляя воду, и ту иногда редко. Потому и плотским удовольствиям предаются они реже, не воспламеняя пожеланий никакой уточняющей пищи, и не всегда зная различия женского и мужеского пола. Ибо чувство это дает им одно время в году, в которое естественный закон средством к продолжению рода изобрел совокуплять их для посеяния подобных себе. В другое же время до того они чуждаются друг друга, что совершенно забывают об этом пожелании. А в людях от дорогих язв ненасытимая похоть любодейства, все ланиистовые пожелания, ни в какое время не дозавляя утихнуть страсти. В. О сребролюбии. Первое. Сребролюбие – корень всех зол. Как худые ветви питает оно все прочие страсти, не дает засыхать тому, что от него просвело. Желающий сребить страсти, пусть прежде исторгнет этот корень их. Пока же остается сребролюбие, не сделаешь себе пользы, отсекая ветви. Потому что если и будут отсечены, скоро опять вырастут. Многостяжательный монах – свезмерно нагруженный корабль, легко потопляемый в воздымающихся от бурь и волнах. Монах нестяжательный, легкий путник, на всяком месте находящий себе пристанище. Пятое. Монах нестяжательный, высокопарящий орел, тогда только спускающийся вниз, когда вынуждает к тому потребность пищи. Таковой выше всякого искушения, посмевается над всем настоящим и воспаряя горе, удаляется от всего земного и сожительствует с горнями, потому что легкие крылья у него, не обремененного заботами. Пришла скорбь, и без печали оставляет он место. Настала смерть, благодушно отходит от сели, потому что никакими земными узами не связал душу. А многостяжательный, опутав попечениями, и как пес привязан цепью, если принужден переселиться, то скорбное воспоминание об имуществе несет с собою, как тяжелое и бесполезное бремя. Если пришла смерть, с жалостью оставляет он настоящее, отдает душу, а глаз не спускает с того, что имеет у себя. И его влекут насильно, как беглого раба. Разлучается с телом, но не разлучается с имением, потому что сильнее влекущих удерживает его страсть. Десять. Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоенно снова удвоить желает. И никогда не перестает удвоять, пока смерть не прекратит этого бесполезного труда. Монах благоразумно имеет в виду только потребность тела. И опустелое чрево наполняет одним хлебом и водою. Не станет он ласкательствовать богатым, чтобы доставить усладу чреву, не поработит свободного ума многим властелинам, потому что достаточно одних рук, чтобы послужить телу, удовлетворяя его естественной нужде. Нестяжательный монах – неуловимый борец и легкий течец, скоро достигающий почести высшего звания. Монах многостяжательный, радуется многим доходом, а нестяжательный – венцам за приспияние. Пятнадцать. Монах любостяжательный усиленно работает, а нестяжательный проводит время в молитвах и чтении. Монах сребролюбивый наполняет сокровищницу серебром, а нестяжательный собирает сокровища на небе. Проклят, кто делает идола и полагает его в сокровении. В старозаконе двадцать семь, пять, пятнадцать. Но такого же и питающий страсть серебролюбия. Тот без пользы кланяется ложному богу, а этот мечту о богатстве носит скрытно в сердце, как кумир. Нестяжательный живет незаботливой жизнью, а у любостяжательного забота о богатстве, всегдашняя болезнь. Тогда отведешь в плен толпу помыслов, когда не вдашь сердца в заботы о вещественном, тогда и крест понесешь, не развлекаясь, когда отречешься от пожелания иметь собственность. Двадцать. Помысл о вещественном стяжании предсказывает тебе старость и болезни, чтобы упование свое на Бога разделил ты с упованием на имущество. Избравший жизнь подвижническую в отречение от мира да осенит себя верою, да укрепит любовью и да утвердит надеждою. Вера не есть оставление ни с чем, но есть непоколебимые убеждения в обладании совершеннейшим, с терпеливым упованием и с живой любовью. Когда отречешься от всех вещей, не внимая темным помыслам, которые станут укорять тебя в обеднении, представляя тебе теперешнюю скудость во всем, нищету и бесславие, чтобы таким злокользством привести тебя в раскаяние от такой славной добродетели. Но если вникнешь в разумность такого подвижничества, то найдешь скорее, что за то самое, в чем укоряют тебя, сплетается тебе венец. Оставим дела житейские, обратимся к благам духовным. Долго ли будем оставаться при детских игрищах, немало не восприемлем мужеского образа мыслей? В детстве служат забавой кости, шары и подобное, и дети бывают тому пристрастны, пока не придут в совершенный возраст. Когда же сделается кто мужем, бросает все это и со всем усердием занимается делами важными? А мы все остаемся в младенчестве, делясь тому, что свойственно детству, и не хотя позаботиться о лучшем, о том, что приличным мужам. Как страмно глядеть, когда совершенный муж сидит на куче золы и чертит на пепле детские забавы. Так странно или гораздо срамнее видеть, что имеющий в виду наслаждение вечными благами роется в прахе земных вещей, и несообразности ее таких поступков срамят достоинства обета. Причиной же этого у нас, как кажется, то, что мы не представляем себе ничего важнее видимого, не сознаем малоценности настоящих благ и превосходства благ тамошних, и ослепляясь блеском того, что здесь почитается досточестным, сприлепляемся к тому всем желаниям. Начнем же отрешаться от настоящих благ, пренебрежем имущество и деньги, и все, что погружает в себя и потопляет помысл. Обуреваемое выбросим груз, чтобы мог спастись кормщий ум и с плавателями помыслами. Если плывущие морем во время бури не берегут о своих товарах и своими руками бросают и дорогие вещи в море, имущество ставя ниже жизни, то почему же мы для лучшей жизни не пренебрегаем того, что душу влечет в бездну? Почему у нас не столько силен страх Божий, сколько у тех страх моря? Все из любви ко временной жизни невысоко ценят утрату того, что везутся, а мы, говоря о себе, что вожделеваем вечной жизни, не пренебрегаем им малости, но решаемся лучше погибнуть с ничтожным грузом, нежели спастись, лишившись его. Поэтому, умоляю, совлечемся всего. Борцы не вступают в борьбу одетыми. Закон борьбы изводит их на поприще обнаженными. В жар ли, в холод ли, так они выходят, оставляя одежды вне поприща. Если же кто из них откажется обнажать себя, то должен отказаться и от борьбы. А мы, дав обез подвязаться, не только не совлекаемся одеждой, имущества, но тысячи бремен, неся на плечах, вступаем в подвиг, доставляя тем противникам множество удобств схватить нас. Двадцать пять. Как сражаться с духами злобы, любоименному, когда через это отовсюду удобно наносятся ему удары. Как бороться с духом серебролюбия, осыпанному деньгами. Как обогнать обнаженных от всякого попечения демонов, облегшемуся в тысячи забот. Божественное Писание говорит, наг побегнет в тот день. Амоз 2.16. Наг, кто не облечен в бесчисленное рубище забот о делах житейских, наг, коему многосложные помыслы о деньгах и имуществе, не препятствует скорости бега. Потому что наголо трудно и даже невозможно уловить злоумышляющим. Двадцать шесть. Бороться должно нагому, и не только нагому, но и умощенному. Обнажение делает, что борца не за что ухватить противнику. А умощение елеем, если и будет он схвачен, дает ему возможность ускользнуть из рук схватившего. Почему противники стараются осыпать друг друга землею, чтобы пылью, придавшую раховатость гладкости елея, сделать противника удобо удерживаемым, когда будет схвачен. Но что там пыль, то в нашем подвиге дела земные. А что там елей, то здесь неимение попечения. Не иметь попечений свойственно душе совершенной, а сокрушать себя заботами душе нечестивой. А в совершенной душе сказано, что она, как крин в пернии. Песнь 2.2. А это означает душу, которая среди заботящихся о многом живет без попечений. Лилия и в Евангелии означает душу, не имеющую попечения, ибо сказано, не труждается, не придет, и более Соломона облекается слабою. А тех же, которые имеют много забот о телесном, говорится, все житие нечестиво в попечении. Ио в 15.20. И подлинно. Нечестиво распространять попечения о телесном на целую жизнь, и не оказывать никакой заботы о будущем. Меру и приобретение должна служить потребность, что превышает эту меру, то есть излишество, затрудняющее, а не облегчающее. Как соразмерная с телом одежда составляет и потребность, и украшение со всех ее сторон, обвислое, опутывающее ноги, влекущее по земле, при безобразии делается препятствием во всякой работе, так и имение, превышающее телесную потребность, и для добродетелей служит препятствием, и подвергается великому порицанию тех, которые в состоянии и исследовать природу вещей. Нестяжательностью называем мы не нищету невольную, которая, приключившись по необходимости, сокрушает дух, и как непроизвольная почитается несносную, но добровольную, решимость, довольствоваться малым, приобретаемую самовластьем помысла, однако ж требующая труда, и до того именно времени, пока упражнение, обратившись в навык, не соделает сносным того, что долгое время казалось трудным и нестерпимым. Не одна телесная красота прельщает, но и блеск богатства не менее сильно раздражает вожделение, и в обоих случаях потребна душа мужественная, чтобы не уступить их обольстительности. 30, страница 243, второй том добротолюбия преподобного Нила Синайского о серебролюбии. Поистине великими, по честь и мужественным назвать надлежит тех, которые на поприще всем одерживают победу, между тем, как помыслы борются и состязаются, убедительными доводами, как бы телодвижениями, стараясь доказать, что должно согласиться с мнением многих, и кажется, хорошим признать уже действительно хорошим, не отказываться от того, что по общему мнению почти на достойном цены, не уклоняться от обладания данными на употребление от самого Создателя, и не обличать напрасно приобретение того, что приведено в бытие с известной целью, а не даром. Подвижники эти истинно достойное одобрение, как не уступившее место сопротивникам, не сбившиеся с поприще и не давшиеся в руки врага, на правом суждении безопасно утвердив свои колена, не склонились они на принятие земных веществ, жизнь неразвлеченную, предпоча жизни метущейся и умеренностью в потребном, приобретшей себе безмятежность. Древние святые до такой степени простирали ревность о нестяжательности, что вели жизнь бездомную, бесприютную, питались пищей, какую давала природа, находили себе ложа, где и какое случалось. Не было у них ни крова, ни ложа, ни трапезы, одежды им служили, овечьи кожи. Во всей точности ревновали они следовать совету Господню, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии полевые. Они искренне верили, что необходимое для потребности тело само собой последует, когда будешь благоугождать подающему это Богу, и преимущественно заботиться о приобретении небесного царствия. Нашей же жизни, окруженной полным во всем довольствам, куда равняться жизнью тех блаженных, которых не тревожили помышления о теле и телесном, но чистое, некое вожделение божественного, непрестанно восхищая их превыспреннее, убеждало забывать о том, что на земле почитается блистательным. Они ничего не имели на земле, кроме тела, которое природа удерживала в долу, но и его желали бы они иметь с собою там, где пребывали умом, созерцая небесное благо. И никогда не отревались бы они от тамошнего наслаждения, если бы природа не возвращала их к удовлетворению телесных потребностей, благоговением к связавшему душу с телом, понуждаемых заботиться и о теле, при всем том, что признавали крайне благопотребным отчуждение от того. Потребность телесная быстро течет и проходит, в прошедшем не имела она промышления о настоящем, и в настоящем не имеет его о будущем. Врачует одно настоящее, а труд добродетели есть семя, дающее неосхудивающий плод. И во время самого делания радует совесть ожиданием наслаждения, и по переселению отсюда оказывается благолепным и с поспешистующим вечному веселью. Поскольку путь ведущий в царство имеет столько затруднений, будучи узок и со всех сторон окружен стремнинами, то какой же смысл, обременив себя грудами денег и других имуществ, покушаться идти этим путем так, как идти невозможно? Забота о вещественном, растеивая и сильно влеча долу, легким делают падение, особенно там, где течение дел требует острого и трезвенного внимания. И при таком внимании шествие редко проходит без падений, по причине затруднений на узком пути по стремнинам, а для обременившего себя ненужной тяжестью стяжаний оно неизбежно. Да и самое стяжание есть уже падение. 35. Поведение наше относительно стяжаний трояка, нестяжательность высшая и средняя, и жизнь овеществившаяся, многостяжательная. Происхождение их таково. В раю вот, что предписано было первозданному, есть про траву полевую. Бытие 1.29. Достоинство повелевавшего ручается за полную приспособленность такого пропитания к жизни человеку предназначенной. Можем, однако же, в пояснении этой приспособленности прибавить, что оно было гораздо пригоднее всякого другого к сохранению созданных по образу Божию желанной утонченности, чтобы мысленная сила всегда пребывала необремененную и трезвенность ума неомрачаемую. Когда таким образом потребное для жизни тело давалось само собою, ум непраздным оставался, имея все время свободным от трудов телесных, но непрестанно восторгался к духовным созерцаниям, разливавшим в нем неистощимое веселье. Это делание воспитывал в нем сам Бог по своему благоизволению, приходивший к нему каждодневно для собеседования. Такова норма, свойственная человеку жизни. Существо ее не может быть изменено или отменено, но возможен иной образ видимого ее ведения, которое необходимо сделало последовавшее падение. Приступившему заповедь и изринутому из рая Бог узаконяет другой образ жизни, сообразность его падшим состоянием, повелев не воспользовавшемуся покоем, как должно, добывать пищу, работая и трудом, потому что не умел постоянно пребывать в служении Богу и в собеседовании с ним, когда имел свободное время и не имел нужды в телесных трудах в раю. В пищу ему назначен хлеб, добываемый в поте лица, а в одежду кожаные ризы, чем положен предел любостяжательности и суетности. Первоначально нестяжательность райская заменена таким скромным стяжанием, которое при том, несмотря на потовой труд, не от одного его зависело, но наиболее от Божьего благословения. На деле раскрылись из этого три порядка жизни. Одни довольствовались скромным стяжанием при потовом труде в уповании на Бога, другие, углубившись в уповании на Бога, совсем отреклись от всякого стяжания, ревнуя восстановить райскую нестяжательность и были питаемы Богом. Третьи, углубившись во всякого рода труд, на нем основали свою надежду иметь нужное, обеспечения же своей жизни основали на много имении. Бог забыт, Богом для них стало любоимание. Вот три сказанные вида отношения нашего к стяжаниям. Третьих, шесть. Вторым поставленный здесь вид представляет поведение, преимущественно приличествующее разумному существу, именно проводить время служения Богу и должное получить из сокровищницы Божия промысла, надеяться на Божию попечительность и земле иметь данницей искренно служить создавшему и на нужды произвольную данью облагать тварь, здесь быть странником, а жилищем почитать то, которое уготовано на небе. Эту жизнь предписал Создатель в начале, и этой жизнью повинуясь ему, жили все святые примеры Илья, Иллисей, сыны пророческие, претечи, лик, апостолов. Такова нестяжательность святых высшая, но много имеет полезного и среднее после оной нестяжательность, как сообразное со временем и нуждою. Если невозможно ей состязаться о первенстве и похвалиться равночестием с преимущественным образом жизни, то ей бесспорно принадлежит вторая степень чести. Первые святые совершенной нестяжательностью жили для одной души и для создавшего ее Бога, ни во что ставя тело, но они и без попечения о нем имели все потребное. Ни в жить не сопредварительно собираемое, но от Божия благоволение, как и сокровищ не соблаговременно получаемое. Последовавшие за ними святые средней нестяжательностью, заботясь о необходимом утешении тела и промышляя о том, чтобы оставленные в небрежении животные наша часть не разрушилась против воли, сочетавшего ее с нами. В такой мере употребляли руки своих делов, какой по неизбежной необходимости требовалось услуживать телу. Большую же часть времени проводили в попечении о душе, в молитвах, богомыслии и должных занятиях, имея в виду приспияние в добрых делах. Последние же, совершенно став плотью, всецело посвятили себя на служение земному кумиру, желая иметь уже не только достаточное для телесной жизни, но и то, что показывало бы их не меньшими перед отвечающимися изобилием, чтобы хоть через это быть у всех на виду. Этим явно выставляют они на позор свое безумие предосудительные, вменяя себе в похвалу и думая тем обратить на себя внимание и заслужить удивление, за что достойны они презрения и осмеяния. Ибо как сообразное с каждым званием дает основательные поводы к одобрению, так неприличное звание, хотя в другом отношении оно и не дурно, весьма предосудительно там, где оно не свойственно. Которым же ближе средний из определенных с ними по ту и другую сторону? Конечно, к тем, которым более приближается делом и осратстве с которыми провозглашается тем, что старается быть с ними близкими по жизни. Ибо потому, что составляет средний чин между теми и другими, не одинаково уже склонны к обоим, и хотя они позади предшествующих, но непосредственно за ними следуя с юношеской стопой, идя по следам их, столько отстоят от последующих за ними, сколько бегущие постепенно удаляются от идущих шагом, или остающихся на одном месте. С первыми же у последних ничего общего. Какое общение у имеющих много вещественного с нестяжательными? Какое согласие у мудрствующих плоское с мудрствующими духовное? Какая общая часть у опутанных житейскими делами, служащими беспечально Богу? Одни апостольски оставляют все, что приобрели, другие приобретают то, чего не имели. Одни пребывают в безмолвии внутренней прилагая попечения при спиянии духовном. Другие ведут все роды борьбы, сражаясь за деньги и имущество. Одни притираются с духами злоба за небесное благо, другие за земные блага нападают на подобных себе. Одним говорит Павел «Являетесь якось светило в мире, сияя, конечно, славой жизни и став для видящих виновниками доброго соревнования, а другим сказано «Имя мое хулица из-за вас», то есть «вами, поступающими противно званию и носящими на себе наружность, противоречащую делам». Сорок «Какое же слово не возгнушается тем, кто говорит, что отрекся от житейского, а на деле предан его развлечениям? Хвалится, что презрел мир и до неистовства предан мирским делам. обещался не обращать внимания на земное, а делами доказывает лживость обещания, утверждает, что простился с суетою и не расстается с ней. И шел ты из Египта, что же после этого общего у тебя сделанием кирпичей? Шествуешь в пустыне, поспешая к земле обетование, для чего же медлежь занимаясь суетными работами, став медлительным путником в дальнем странстве? Всякий тщательности требует подпредлежащий тебе путь, что блуждаешь по беспутиям, по распутиям, подвергаясь опасности остаться недостигшим упокоения. Возложил ты руку на рукоять плуга, для чего же обращаешься назад, делая себя неуправленным в царство небесное? Позади тебя оставил ты запаление пятиградия, для чего же озираешься, желая увидеть совершающиеся там? Взял ты крест, последуй за Христом, оставив все, потому что Христос, с которым ты сочетался, желает быть любим более всего. 41. Немного утешения требует тело, попекись об этом утешении, потому что до времени связан ты с телом, чтобы его иметь свойственником, содействником в дело недобродетели, и чтобы не встретило препятствия приспияния души, а кто печется о валах, ежедневно перечитывает стада овец, непрестанно ухаживает за виноградниками, рощами, нивами и садами, так что и продолжение дня недостаточно ему для всех работ. Тот, где и когда будет иметь время вспомнить о Боге, когда ему заняться цалмопением, когда помолиться, какое время посвятить упражнению себя в богомысленном созерцании, а если и найдет возможность изредка делать это между многих дел, то как принесет он владыке чистое моление, когда мысль его не отрешена от того, о чем имеет он много заботы и попечения, как наблюдать за движениями страстей, чтобы узнать вчерашнюю и сегодняшнюю разность в перемене на лучшее или худшее, как отыщить сплетение помыслов, которые многообразно одни другими заменяются и самое наблюдение делает трудным, или не примечаешь, как сокрушают тебя днем дела, а ночи забота о них, время отдыха делая временем мучений, ибо тогда память приводя на мысль, кто нарушил межу, кто причинил вред плодам, кто прекратил водотечи для орошения, кто потравил пастбище, кто делает или сделал другую какую-либо обиду, и о каждом как он упорствует и спорит, приводит тем неистовство раздражительную силу души, возбуждая к омщению, не давая времени на сон и покой, и тем более на молитву, которая требует великого безмолвия и долгого свободного времени, доставляющего отчасти освобождения и от всех попечений. Г. О гневе. Первое, гнев, неистовая страсть, легко выводит из себя даже имеющих ведение, зверское делает душу и заставляет уклоняться от дружелюбного собеседования. Сильный ветер не колеблит столпа, и душу негневливую не увлечет раздражение. Вода приводится в волнение напором ветров и раздражительный возмущается безрассудными помыслами. Гневливый монах вепрь пустынный увидел кого-либо и точит зубы. Пять. Увеличение тумана сгущает воздух и движение раздражения огрубляет ум гневливого. Набежавшее облако омрачает солнце, а помысл памят озлобия ум. Лев зверинца непрестанно потрясает дверные крюки, а раздражительный в келье перебирает гневливые помыслы. Приятное зрелище спокойное море, но неприятнее мирного устроения духа. море. Редактор субтитров